Добрый день, это Актуальное интервью. Я Марина Захарова и мы говорим коротко о важном. Сегодня у нас в гостях известный политолог России Константин Эдуардович Калачев. Здравствуйте, Константин Эдуардович. Вы часто ездите по России, не впервые в Якутии. Чем отличается наш регион? Что нового для себя вы открыли в нем? Что больше всего понравилось и наоборот, может быть, что-то потрясло? Не могу похвастаться, что часто бываю в Якутии. Это всего лишь второй мой приезд сюда, но в этот раз я успел побывать и в Алдане, и в Нирингри. Что меня поразило, что меня удивило, это дорога. Дорога, которая, как говорят раньше, занимала 20 часов, сейчас занимает всего 8 часов и некоторые участки дороги между Якутском и Алданом выглядят как германские автотрассы. То есть, конечно, есть местами игровейка, но, в принципе, мы ехали в ночь и видели, как ночью работают дорожные строители, работают дорожные техники. Надо сказать, что Якутия меняется. Якутия меняется, меняется к лучшему. Интересно, конечно, каким образом региону удается добиться столь серьезных успехов. Например, мало кто может похвастаться тем, что за 6 лет в два раза увеличил объем сдаваемого жилья. 620 тысяч квадратных метров жилья для Якутии это немало. Хотя миллион был бы, конечно, лучше. Кто-то скажет, что стоить надо больше. Но, во всяком случае, Якутия, в связи с другими регионами ДФО, выглядит более чем прилично и по валому региональному продукту, и по показателям, связанным с жилищным строительством, и по росту собственных доходов. А самое главное, я сам родился в Находке, Приморский край. Я часто бываю на родине. Владивосток, Находка. В то время как Приморье вымирает, то есть там, где популяция, население сокращается, люди уезжают. Мои родственники уезжают. Одни в Москву, другие в Сингапур, третьи в Таиланд. В Якутии растет население, и скоро достигнет миллиона. Я бы сказал, что главное богатство Якутии, конечно, не золото, алмазы, нефтегазы. Главное богатство Якутии – люди. Я думаю, здесь, конечно, неспешный для нас, москвичей, темп жизни, как кажется. Но атмосфера намного теплее. Здесь холодно зимой, но зато это компенсируется теплотой людей. Константин Эдуардович, вы один из самых цитируемых политологов нашей страны. И как, на ваш взгляд, выглядит Якутия в глазах федерального центра? Ваше мнение нам. Я думаю, в глазах федерального центра Якутия выглядит очень прилично. Если посмотреть, скажем, события последнего Восточного экономического форума, есть регионы, которые подвергаются критике, в том числе мой родной Приморский край, неоднократно. Да, есть регионы на Дальнем Востоке, откровенно депрессивные. Такие, например, как Амурская область или Еврейская автономная область. Якутия – это регион устойчивого развития. Я знаю, что многие считают, что можно сделать больше, но если сравнивать в целом с ДФО, Якутия выглядит весьма и весьма прилично. И это отражается и на оценке деятельности главы республики. Кстати, если вспомнить последние выборы, один день голосования в сентябре, я был в этот день ночью в Центральном штабе Единой России и видел, как Митя Анатольевич Медведев, председатель правительства, лидер партии Единой России, слушал доклад Якутия. И могу сказать, что это был единственный доклад из ДФО, который понравился. По одной простой причине, потому что, например, в любимом мной Владивостоке явка на выборах была 13%, на Камчатке 15%, а у вас здесь линьявка по республике 44%. Скажите, на ваш взгляд, что в Якутии, какие места, события, заведения, заповедники или музеи могли бы привлечь как можно больше туристов со всей России и мира? Я, к сожалению, не так много видел, но могу сказать совершенно точно, что, например, царство вечной злоты выглядит куда круче, чем родина Санта-Клауса Финляндии. Я ездил на родину Санта-Клауса Финляндии и скажу, что те аттракционы меня совершенно не произвели. А царство вечной злоты здесь, в Якутии, да, я пошел, у меня челюсть отвисло, так она и продолжала висеть до тех пор, пока мы оттуда не вышли. То есть совершенно потрясающее место. Очень много интересного мы увидели в Алдане, в Нерюнгре. Кстати, горячие источники Нерюнгре ничуть не хуже Камчатских. Я думаю, горнолыжные спуски здесь тоже ничуть не хуже, чем лучшие в стране. Я, правда, не занимаюсь горными лыжами, могу только позавидовать, но те, кто занимается, очень хвалят. Потрясающая совершенно у вас природа, совершенно потрясающая. Здесь, на самом деле, очень много разных артефактов, много того, что стоит увидеть. И мне кажется, как у туристического региона, у Якутии может быть высокая привлекательность. Тем более, что билеты сюда стоят дешевле, чем билеты в любой другой регион Дальнего Востока. Тем более, что гостиницы Якутии выглядят намного лучше, чем гостиницы в Камчатке. Так что, я думаю, для российского туриста Якутия может быть в ближайшее время одним из самых интересных регионов. Река Лена, сплава по горным рекам, тайга, рыбалка, для кого-то охота. Но, с моей точки зрения, дело не в наличии тех или иных объектов культурного наследия или тех или иных природных объектов, их надо уметь продвигать. Да, вот я здесь много нового, десятков, например, процесса вечной разлоты, я узнал впервые в жизни. Хотя, мне кажется, что этот объект заслуживает всероссийской известности. А что больше всего потрясло в нехорошую сторону, так скажем? Может быть, что-то удивило? Удивило? Ну, я активно присутствую в соцсетях, у меня есть и якутские френды. Удивляет то, что некоторые, вместо того, чтобы гордиться республикой, ее усиленно критикуют. Я, конечно, понимаю, что критика – двигатель прогресса, но иногда это выглядит как мазохизм. То есть, с моей точки зрения, иногда людям не хватает местного регионального патриотизма. И что еще меня поразило? Ну, мне кажется, что хорошего здесь намного больше, чем плохого. И я даже затрудняюсь сказать, что мне здесь не понравилось. Очень трудно найти что-то такое. Константин Эдуардович, что послушало поводом для вашего первого визита в Якутию? Ну, конечно, меня как пиолетолога интересует общественно-политическая жизнь, интересует, как здесь проходит выборная кампания. Тем более, что Якутия – регион демократический. Знаете, есть зоны электоральных аномалий, где явка под 100%, и голосование под 100%, где побеждает всегда одна и та же партия. Я с уважением отношусь к партии «Нероссия» на систему образующей партии. Это партия президента Путина. Но хорошо, когда расцветают все цветы. Да, и поиск должна быть. В Якутии общественно-политическая жизнь очень добогаче, чем в других регионах. И потом, здесь есть вещи, которые требуют изучения. Ну, например, ни в одном другом регионе второе место, как канал распространения информации, не занимает WhatsApp. У вас на первом месте телевидение, на втором – WhatsApp. Нигде этого нет. Ни в одном другом регионе нет настолько продвинутых людей в пользовании соцсетями. То есть, мне кажется, все Якутия несят WhatsApp, все пользуются соцсетями. Это далеко не так в целом по России. И посмотреть, меня интересует ДФО, я часто на Камчатке. Вот посмотреть в сравнении, как, например, Якутия выглядит с Камчаткой, с Приморским краем, очень интересно. И очень интересно еще и потому, что в некоторых вопросах Якутия переезжает всю Россию. Скажите, а что до первого визита в Якутию вы знали о нашем регионе? Почти ничего. У меня есть знакомые московские Якутия. Я, конечно, что-то знал, что-то слышал о северной кухне, где-то даже, может быть, пробовал. Но почти ничего. И, знаете, здесь все удивляет. Удивляет и национальная кухня, удивляет продвинутость. У нас иногда неправильное представление о том, как люди живут за Уральским хребтом. И мне кажется, что мы очень часто думаем, что Москва – это мы, проживающие в Москве, а я долгие годы живу в Москве. Москва – это пуп земли, центр вселенной. На самом деле это далеко не так. И, например, если говорить о Москве, меня в кафе и ресторанах ничем не удивить. Здесь меня поразило строганина из печени оленя, из печени жеребенка и прочее. Я здесь все перепробовал. А любимое блюдо появилось? Вот понравилось мне, понравилось мне строганина из печени оленя. Очень. Хотя моя жена, как показала фотографии, была в шоке, в ужасе. Это очень полезно. Как ты можешь это есть? Я не только могу это есть, мне это нравится. Понравилось все. Вся якутская кухня понравилась. Начиная от якутских лепешек. И заканчивая другими национальными блюдами. Надо сказать, что якутская кухня заслуживает того, чтобы быть шире представленной, в том числе и в столице. У нас есть рестораны северной кухни, но именно северная кухня. Мне кажется, что если бы в Москве было ресторан якутской кухни, а может быть он и есть, я не знаю. Но уверен, что это место. В Москве есть рестораны. Есть? Буду искать теперь. Уверен, что это место должно быть популярным. Сейчас на скидку не скажу, как называется. Будем искать. Обязательно вам сообщить. Приеду в Москву буду искать. Есть. Константин Эдуардович, скажите, а вот где бы вы жили, если бы не в России? Хороший вопрос. У меня брат женат на тайке. Да, у нас есть тайские родственники. Мне очень нравится тайская кухня, мне нравится Таиланд. Не меньше, чем Таиланд, мне нравятся и Филиппины. Я, конечно, если бы не Россия, я бы хотел жить где-нибудь у теплого моря. И иметь возможность купаться в нем круглогодично. Но кто знает, я думаю, что если бы... Я проводил два месяца, бывало на островах, и к концу уже начинал скучать по Москве. И вряд ли бы я променял Россию на другую страну. Хотя, если бы пришлось, тогда лучше брату. То есть вы патриот? Я патриот, но знаете, наличие брата, его родственников там, в Таиланде, где-то страну нам близкой. Скажите, а чем вы увлекаетесь помимо работы? Время я отдаю воспитанию детей. Вот, жду пятого ребенка. Как здорово! Да, старший 35, младший еще не родился, но скоро родится. Дочки 5, сына 2. Вот, собственно говоря, их увлечение, это мое увлечение. Кстати, между прочим, я уже рассказывал перед эфиром, здесь в Якутске накупил кучу детских вещей. Кто-то ездит в Москву покупать что-то, а я в Якутске накупил кучу детских вещей в землях. Очень хорошо. А зимой вы у нас бывали? Пока еще нет. Я бывал за полярным кругом, в принципе, я много раз бывал в Мурманске. Самая низкая температура, при которой... Я знаю, что здесь. То есть я пока на себе испытывал только до минус 40. Вот, было бы интересно... У нас бывает и ниже. Да-да, это было бы интересно. Для вас это суровая реальность, понимая, для нас, гостей, это свой родный аттракцион. Да, как я это перенесу. Но могу сказать, что на севере холод переносится легче. Я могу судить просто. Вот за полярным кругом мне приходилось бывать. И знаете, в Москве минус 10 куда противнее. Потому что у нас с сыром... То есть у нас совершенно... У нас холод не такой. У нас погода промозглая. Сухой холод, я думаю, меня не напугает. Константин Эдуардович, а когда в следующий раз вы планируете посетить нашу региону? Честно скажу, не знаю. Не знаю. Может быть через месяц, может быть через два. Вообще, конечно, хотелось бы побывать здесь зимой. Вот вы правильно поставили вопрос. Очень хотелось бы посмотреть на Якутию зимой. Зимнюю Якутию я еще не видел. И для меня, конечно, будет совершенно новое впечатление. Хотелось бы надеяться, что где-нибудь в ноябре-декабре я здесь еще раз побываю. Эфирное время, к сожалению, наше заканчивается. Я благодарю вас за конструктивную беседу. И напоминаю, у нас в гостях был известный политолог России Константин Эдуардович Калачев. Оставайтесь на нашем канале. Всех благ. Субтитры подогнал «Симон»